Хочу напомнить, что это видео о Шаумянском перевале всего лишь маленький фрагмент из большого видео о дороге от Туапсе до Абширонска. Вы также можете посмотреть его по ссылке, которая появится в описании к этому видео, или найти его на моем канале. Это видео также в режиме реального времени, и вы сможете посмотреть всю дорогу целиком, без сокращений и ускорений, включая Шаумянский перевал. Вот мы и добрались до Шаумянского перевала. Напомню тем, кто не смотрел начало, мы движемся со стороны Туапсе. Шаумянский перевал начинается ровно там, где заканчивается село Шаумян. До начала участка без асфальта нужно проехать еще метров 600-700. И о том, что он вот-вот начнется, нас предупреждает левая встречная полоса, которая начинает покрываться белой пылью. И чем ближе, тем больше. Да, на перевале есть пыль. В сухую погоду много пыли. И одна из страшилок, которыми нас пугают хейтеры, та, что после такой поездки вам придется поменять фильтр. Иначе ваша машина просто задохнется и умрет. Но это полный бред. С машиной ничего не случится, но фильтр придется заменить, когда вы приедете домой. А разве обычно вы этого не делаете после такой длительной поездки в 3-4 тысячи километров? Это нормально. Поэтому просто закрываем окна и едем дальше. И вот уже последний поворот с хорошей дорогой, за которым начинается гравийный участок. Об этой дороге ходит много слухов и мифов. В основном все они сводятся к тому, что участок без асфальта длиной 20-30 километров, что на этом участке отсыпан очень крупный щебень, который обязательно разрежет ваши колеса на куски, что ближайший шиномонтаж находится километров за 30 от этого участка, и что летящие камни побьют вашу машину не только сбоку, но и обязательно еще и сверху, потому что вы неминуемо попадете под камнепад. Ну и, конечно, вам угрожают оползни и обвалы, которые здесь частенько происходят. Наверное, в этом есть доля правды, и обвалы здесь действительно бывают, но, как правило, это происходит в осенне-зимний период или в сезон дождей, и камни теоретически тоже могут прилететь. Но, честно говоря, у меня складывается впечатление, что подобные комментарии пишут заинтересованные зрители. То есть, скорее всего, это мнение водителей, которым приходится часто ездить по этой дороге, основным преимуществом которой является низкий трафик. То есть очень малая загруженность в сравнении с трассой М4 от горячего ключа до Джубги и А147 от Джубги до Туапсе. Видимо, их устраивает нынешнее положение дел и даже то, что здесь нет дороги. Потому что это только для нас звучит страшно – нет дороги. Но те, кто знают, прекрасно понимают, что этот короткий отрезок гравейки всего лишь мелкая незначительная неприятность в их большом маршруте. Поэтому все, что им остается делать, это писать подобные комментарии. Я абсолютно не против таких комментариев. Они отлично поднимают рейтинг моего канала. Читать их забавно, а иногда смешно, когда зритель пишет «Я житель Туапсе, но никогда не езжу по этой дороге». Смешно, когда понимаешь, что, например, от Туапсе до Хадыжинска по прямой всего 70 километров. Но бедолага едет в объезд, проезжая в три раза больше расстояния и парится во всех пробках в Новомихайловском, на Хребтовом, в Горячем Ключе. Но если говорить серьезно, перед тем, как проехать по этой дороге, я просмотрел много видео от водителей, которые проехали Шелумянский перевал. И вот что я заметил. Показывая это бездорожье, все они искали какие-то положительные моменты. И никто из них не пугал нас страшилками в том духе, что будь проклят тот день и никому не советую ездить по этой дороге. В отличие от комментаторов к этим видео. И важнее все-таки один раз увидеть, чем сто раз услышать. А все остальное зависит от ваших взглядов на стеклянный сосуд, заполненный водой наполовину. За разговорами мы незаметно проехали первый километр этого участка. И вы сами видите его состояние. Для статистики я замерил его длину по одометру с точностью до 100 метров. Оказалось, что его длина 6 километров 600 метров. На нем есть три асфальтированных участка, общей длиной в 700 метров. Итого длина гравийного участка без асфальта составляет меньше 6 километров. Вся дорога в основном укатана. Иногда на ней встречаются неровности, где, конечно, нужно тормозить почти до полной остановки. Но в основном эта дорога позволяет ехать со скоростью около 30 километров в час. Иногда там, где позволяла обстановка, я обгонял некоторых тихоходов. Есть узкие места, где раньше случались обвалы. Иногда сюда выезжает строительная техника с целью ремонта. В этот день они ремонтировали очередной обвал, забивая туда бетонные сваи. Обратите также внимание на загруженность этой дороги. Машин в этот день не то чтобы мало. Их просто в разы, в десятки раз меньше, чем на участке от Джубги до Сочи. Конечно, это не всегда так. Она бывает и более загруженной. Но вспоминая многочасовые стояния в пробках в горячем ключе, могу сказать, что и в следующий раз я выберу именно эту дорогу. Ничего необычного на этом участке нет. Это обычная сельская дорога. Лично я проехал этот участок, не торопясь за 16 минут. Поверьте мне, я ехал в очень щадящем режиме. И думаю, что 15-20 минут – это нормальное среднее время, за которое любой водитель может проехать эту дорогу. Рекорд скорости я видел в Ютубе. Водитель проехал его за 9 минут. Но это был, по-моему, не очень щадящий режим. А за какое время вы проезжали этот участок? Поделитесь в комментариях. Вы, наверное, обратили внимание на огромное количество дорожных знаков. В основном это знаки ограничения скорости. И, возможно, кого-то раздражает целесообразность их установки, поскольку каждый выбирает здесь скорость сам. И вряд ли здесь можно разогнаться до 40 или 60 км в час. Тем не менее, это как раз тот самый случай, когда знаки очень помогают. На них можно ориентироваться. Во-первых, они подсказывают, где дорога более укатанная, а где следует притормозить. Во-вторых, благодаря своей светоотражающей способности, в темное время суток или при плохой видимости, знаки вам четко подсказывают габариты дороги. И это очень помогает. Но, тем не менее, вопрос интересный. Почему же там нет асфальта? Я уже не вспоминаю о стратегической важности этой дороги. Если на трассе А-147 от Джугги случится какой-то коллапс, например, оползень, который здесь случается довольно часто, или еще какая-то неприятность, то Большой Сочи легко превращается в маленький остров, на который можно добраться только морем или на вертолете. Я также ничего не говорю об экономическом развитии тех регионов и многочисленных населенных пунктов, через которые проходит эта дорога. А это основные аргументы, для реализации которых и нужна автодорога. Как вы считаете, эти аргументы достаточно убедительны? Или нас более убеждают аргументы хейтеров, которые пугают нас острыми камнями, порванной резиной и сверхъестественной белой пылью. А я надеюсь, что вы уже успели заметить, что это совсем не так. Мы преодолели одну треть пути, и дорога на всем протяжении была практически одинаковая. Дорога широкая, практически ровная, и очень хорошо укатана. Никаких больших острых камней я здесь не увидел. Да, честно говоря, и пыли-то особой нет. Но это возможно, потому что машин мало. Я очень надеюсь, что вы видите то же самое, что и я. Оставьте свое мнение в комментариях, это интересно. Тем временем мы приезжаем с вами ко второму заасфальтированному участку. На этот момент мы проехали почти уже 2 километра, и это вершина перевала. Ее высота 512 метров над уровнем моря. Здесь есть большая площадка, на которой можно припарковаться и отдохнуть. И здесь есть кафе. Никаких других услуг здесь нет, например, СТО или шинмонтаж. Вершина находится не посередине перевала. От этого места до асфальта нам предстоит проехать еще ровно 4 километра. И я продолжу рассказывать о дороге. Справедливости ради, надо сказать, что за последние 15-20 лет все предыдущие и текущие губернаторы края неоднократно озвучивали этот вопрос, в том числе на самом высоком уровне. Разного рода оправдатели этой ситуации объясняют нам, что из-за географических и структурных особенностей этой дороги считается невозможным ее заасфальтировать. Якобы там неустойчивые грунты, часто бывают оползни, обвалы. А особенно, когда в сезон дождей грунты подмокают. Но все эти разговоры, на мой взгляд, в пользу бедных, поскольку давно уже известны технологии строительства автодорог горной местности. Этот перевал не единственный и не самый сложный в мире. Но там в основном уже справились с этой проблемой. Но не все так плохо. Есть надежда, что и на Шаумянском перевале в скором времени появится асфальт. Недавно там заасфальтировали экспериментальный участок протяженностью 150 метров. Это экспериментальное дорожное покрытие из органной минеральной смеси с инновационными добавками. Ее отличие заключается в том, что такую смесь можно без предварительной подготовки укладывать прямо на грунтовую дорогу. Если результат окажется положительным, то будет рассматриваться вопрос о покрытии асфальтом всей дороги Шаумянского перевала. Это цитата из местной газеты. То есть, что называется, мы пойдем другим путем. Эксперименты, инновации, передовые разработки нашей науки – это, конечно, очень хорошо. Но в том ли направлении? Ведь проблема в том, что неустойчивы грунты именно в склонах, вокруг дороги. В результате чего сползает не просто дорога, а склон горы вместе с дорогой. И в этом направлении вопрос не решается, а значит, в очередной раз склон может сползти вместе с дорогой и вместе с ее инновационным покрытием. При этом применение таких малоубедительных объектов, как виадуки и тоннели, видимо, нашими серьезными дорожниками и учеными не рассматриваются. Кстати о тоннелях. 25 лет назад был разработан и утвержден инженерный проект при конструкции дороги на участке Шаумянского перевала. Проектом предусматривалось сооружение нового участка дороги длиной почти 5 километров, включающего в себя строительство тоннеля длиной 1418 метров. От реки Елизаветка с юга до реки Большой Тук с севера. И этот участок соединил бы асфальт с севера на юг на Шаумянском перевале. В 2000 году в торжественной обстановке была установлена первая арка Южного портала. И за 7 лет проходчики прошли 438 погонных метров тоннеля. Но в 2007 или 2008 году финансирование строительства прекращается. И приступить к проходке со стороны северного портала строителям было уже не суждено. Объект был законсервирован. С тех пор прошло 15 лет. Вопрос о продолжении строительства неоднократно поднимался в самых высших инстанциях. Остро стоялся перед министром транспорта в 2009-2011 годах, мотивируя тем, что дорога Джубга-Сочи это единственная дорога, причем не самого лучшего качества. И оползни, которые довольно часто здесь происходят, приводят к настоящему транспортному коллапсу. После Олимпиады 2014 года Краснодарский губернатор предложил выделить средства на завершение строительства тоннеля и задействовать освободившиеся после строительства Олимпийских объектов производственные мощности. Но это актуальное предложение и по сей день висит в воздухе. Это была цитата из информационно-аналитического журнала «Инженер и промышленник» от октября 2013 года. Из далекого 2013 года. Завершается статья таким абзацем. Хочется надеяться, что после завершения Зимней Олимпиады 2014 вопрос реанимации объекта получит долгожданный логический ответ. И заброшенный тоннель, в котором уже вступили в действие разрушительные процессы, вновь примет создателей-тоннельщиков. Прошло 10 лет. Вот на мой взгляд, это было лучшее инженерное решение, включая экономическую целесообразность. Одним тоннелем решались все проблемы. С дорогостоящими виадуками, с неустойчивыми сползающими грунтами, с экспериментальными покрытиями и инновационными разработками. Технологиям строительства тоннелей уже более сотни лет. В качестве железобетонного доказательства этой идеи, можно привести следующий факт. За короткое время, при подготовке Олимпиады 2014 года, на участке автодороги от Сочи до Красной Поляны было построено 14 тоннелей длиной 26 километров. Но имеем то, что имеем. Вот, кстати, один из показательных моментов об этой дороге. Обратите внимание на встречные автомобили. Среди них есть обычный седан, автомобиль среднего класса. Есть кроссовер с мощным двигателем и большим дорожным просветом. И есть отечественная четверка с задним приводом и слабеньким двигателем. А вот их догоняет маленький Volkswagen Polo с таким же слабеньким двигателем и еще меньшим дорожным просветом. И все проезжают нормально и никаких трагедий. Это яркая картинка к слезным комментариям тех писателей, которые пытаются убедить нас, что они здесь оставили подвеску, разбили свой автомобиль и прокололи все колеса. И это как бы должно означать, что, ну уж вы там точно не проедете и даже не мечтаете. А тем временем мы с вами проехали половину Шаумянского перевала. Как вы видите, дорога не изменилась. Она вполне такая же укатанная, имеет достаточную ширину. И по ней все так же можно нормально ехать на любом автомобиле. А сегодня на ней появился светофор, временные дорожные знаки и строительная техника. Мы с вами на 97-м километре. И это то самое место, где в июне этого года произошел обвал дороги. В мае и июне здесь случился сезон дождей, когда сильные ливни здесь были почти ежедневно, а частенько даже с градом. Здесь как раз и произошло то явление, о котором часто говорят в этих местах. Грунт настолько пропитался водой, что нижний слон просто съехал, прихватив за собой половину дороги. К счастью, тогда никто не пострадал. А по району 6 июня был объявлен режим ЧАЭС, который, кстати, не снят до сегодняшнего дня. И я тогда сделал короткое видео на эту тему. О причинах, последствиях и планах администрации по ремонту. Вы можете посмотреть его по ссылке в описании. Провал тогда быстро засыпали новым грунтом, и вот сейчас укрепляют бетонными сваями. Я, конечно, понимаю, что к этому видео я получу массу негатива. В комментариях от заинтересованных зрителей, которые хотят, чтобы об этой дороге знало как можно меньше людей. Которые считают, что лучше об этой дороге не говорить, не афишировать ее существование вообще, поскольку сюда хлынет массовый турист, и здесь будут ровно такие же пробки, как в горячем ключе. Или того хуже, постоянный коллапс, потому что эта старая дорога не выдержит такого потока транспорта. Но это все несерьезные разговоры, и я считаю, что это не так абсолютно. Федеральная трасса от ключа до Сочи давно не выдерживает такого трафика. В том числе и из-за природных явлений. Там также бывают оттопления, размывы, обвалы. Так что это не повод замалчивать Шаумянский перевал. И если вы согласны со мной, то подпишитесь, поставьте лайк, и тогда это видео смогут увидеть больше людей. И возможно это хоть немного, но ускорит начало ремонта этой дороги. А вот еще один интересный вопрос в тему. А был ли когда-нибудь здесь асфальт? В интернете я не нашел ответ на этот вопрос. Поэтому только приблизительно могу сказать, что последние 20-25 лет его здесь точно не было. Если кто-то из вас знает ответ на этот вопрос, напишите в комментариях. Это всем будет интересно. А если он когда-нибудь здесь был, то как его построили в 90-е или может быть 80-е годы? А если его можно было построить тогда, то почему сегодня нельзя его построить? Значит, ответ на этот вопрос кроется не в технической области. И это уже совсем другая тема. Мы с вами уже проехали три четверти Шаумянского перевала, и это предпоследний серпантин, за которым в скором времени нас ожидает тот самый экспериментальный участок асфальтированной дороги, после которого будет совсем короткий участок грунтовки, на котором все и закончится. И это, пожалуй, самый сложный участок, поскольку здесь на укатанной дороге иногда появляются неровности. И если едешь вниз, то они не представляют большой сложности. А вот по дороге вверх они могут многих напугать. Но это не критично, и еще ни один автомобиль здесь не застрял. Ну, такие обычные неровности для обычной проселочной дороги. Но зато это самый безопасный участок. Мы приближаемся к подножию, и поэтому здесь уже меньше крутых обрывов, а верхние и нижние склоны укреплены бетонными подпорными стенами. Да, они уже слегка в потрепанном виде, но свою функцию выполняют надежно. Местами все же дорога сужается, и ее край проходит прямо по обрыву. Поэтому по возможности в целях безопасности лучше всего прижиматься ближе к склону. Правда, когда проезжаешь по этой дороге, то об этом не думаешь. Но в горах все по-другому, об этом нельзя забывать. Кстати, вот опять просмотрел некоторые видео в Ютубе о Шумянском перевале за последние 5-7 лет. Но не дает мне покоя тема о том, что он бывает отсыпан большими острыми камнями, по которым невозможно проехать. Я их просмотрел и успокоился. На всех видео дорога выглядит именно так, как вы ее видите сейчас. Укатана и никаких камней. С той лишь разницей, что раньше на ней не было некоторых асфальтированных участков. И как оказалось, во все предыдущие годы по ней проезжали все обычные туристы на обычных машинах. А тем временем мы подъехали к экспериментальному асфальтированному участку, который построили в июле-августе 2022 года. Прошел ровно год, асфальт не разрушился. И надеюсь, дорожники получили достаточно статистики о том, что этим асфальтом можно покрывать весь перевал. Здесь мы увидим с вами разметку, отбойники и даже ливневку. А также внушительные бетонные подпорные стены с какими-то металлическими конструкциями. Возможно, это анкера, возможно, просто катафоты. Но в любом случае дорога в отличном состоянии. Но самое главное – это то, что за 14 месяцев дорога абсолютно не пострадала. Она выдержала все нагрузки всей сезонной эксплуатации. Она успешно прошла зимний период, а также весенний-летний сезон дождей. На ней нет ни выбоин, ни даже трещин, что говорит о полном отсутствии подвижек грунта. Возможно, благодаря инновационным покрытиям, возможно, благодаря конструкции подпорных стен, а, скорее всего, повлияло все вместе взятое. Значит, испытания прошли успешно. Надеюсь, что последует какая-то реакция местных властей и дорожников. Мы подъехали почти к самому подножию перевала, поэтому дорога здесь более пологая. При этом она достаточно широкая, и на краю уже не так много обрывов. Здесь даже количество пыли на деревьях увеличилось, что говорит нам о том, что здесь, на этом пологом участке, все немного ускоряются. И это справедливо, поскольку, при чувстве финал гравийного участка, уже хочется как-то немного поднажать, чтобы закончить эту историю. Хочу напомнить, что это видео о Шаумянском перевале всего лишь маленький фрагмент из большого видео о дороге от Туапсе до Абширонска. Вы также можете посмотреть его по ссылке, которая появится в описании к этому видео, или найти его на моем канале. Это видео также в режиме реального времени, и вы сможете посмотреть всю дорогу целиком, без сокращений и ускорений, включая Шаумянский перевал. И если дорога на море для вас не просто автозабег на время, а часть вашего путешествия, то эта дорога точно для вас. Посмотрев это видео, вы получите полное представление об этой дороге. Сможете оценить состояние дороги, а также все ее инфраструктуры, с многочисленными знакомыми нам магазинами, заправками всех известных брендов, а также с местными рынками, ресторанами, с национальной кавказской кухней. Но самое главное, вы получите также огромное эстетическое удовольствие. Дорога пересекает главный кавказский хребет. И этим все сказано. Прямо из окна машины вы сможете увидеть вершины гор, красивые долины, каньоны. А в непосредственной близости располагается очень много туристических достопримечательностей. Многочисленные дольмены, впечатляющие каньоны горных рек, с чистейшей водой и озерами. Чего только стоит долина реки Букепка, с ее фантастическими каньонами, гротами и с каким-то запредельным количеством водопадов. Или ущелье реки Бешеный, в районе села Индюк. Буквально с космическими пейзажами. И многое из этой красоты находится в пешей доступности от дороги. На самом деле количество рек здесь просто зашкаливает. И каждая из них уникальна. При желании вы можете остановиться и увидеть всю эту красоту. Также на дороге есть несколько смотровых площадок с неповторимыми пейзажами. Очень рекомендую вам посмотреть, а в следующий раз проехать именно по этой дороге. А еще можно подписаться и поставить лайк, или оставить комментарий, чтобы об этой дороге узнало еще больше людей. Спасибо. А мы подъезжаем к последнему серпантину. И он, пожалуй, является самым сложным на всем перевале. Он состоит из двух крутых поворотов, между которыми самая неровная дорога. Если вы проезжаете его сверху со стороны Туапсе, то все это не представляет большой сложности. А если вы едете снизу, то будет немножко посложнее. Но этот серпантин очень короткий, и дальше вас ожидает долгожданный асфальт, с одной стороны, а с другой более-менее приличная укатанная дорога. Именно в этом месте из-за непогоды или при большой загруженности дороги возникают пробки. В основном из-за длинномера, в котором очень сложно здесь вписаться в поворот. Да еще при большом количестве встречного транспорта. Но мы благополучно проехали этот поворот. И вот, наконец-то, впереди показался долгожданный асфальт. До него всего 100 метров. Здесь самое время подвести итоги. Длина гравийного участка на перевале меньше 7 километров. На расстоянии от трассы М4 до Туапсе, длиной почти в 180 километров, это капля в море. Проехали мы этот участок за 16 минут. Да, мы здесь потеряли немного времени из-за отсутствия дороги. За это же время мы могли бы проехать около 20 километров. Вы видели весь этот участок, и в целом можно сказать, что по нему вполне можно проехать более-менее нормально. А значит, дорога от Саратовской через Абширонск, Хадыжинский Шелумян на Туапсе, является вполне себе приемлемой альтернативой дороге через Джугу. На этом лирика о Шелумянском перевале закончена. Напоминаю вам также, что если вам понравилось видео, то прошу вас оставить свой комментарий, поставить лайк или дизлайк, и, конечно, не забыть подписаться на канал, потому что впереди вас ожидают еще более интересное видео. Кстати говоря, на въезде и на выезде этого участка есть автомойки, в том числе самомойка, и есть также шиномонтаж. Но лично мне все это не понадобилось, и через пару минут я уже забыл об этом многострадальном участке, и продолжил любоваться прекрасным пейзажем, через который пролегает эта удивительная дорога. Потому что Шелумянский перевал – это всего лишь маленькая ложка дегтя в большой бочке меда. Всем спасибо за просмотр. Все актуальные новости от России М4 вы можете увидеть на моем канале в коротких видео. Лайк, подписка и будешь в курсе. Субтитры создавал DimaTorzok